Рапс в последние годы, и все это уже заметили, имеет тенденции к более высокой популярности, нежели чем раньше. Уже сейчас никого не нужно уговаривать, никого не нужно убеждать и доказывать, что рапс это высокодоходная культура. И сейчас все понимают, что рапс выгодно выращивать, потому что он не только дает высокий доход, но и очень хорошо вписывается в зерновой и севооборот, и уже давно доказано, что хороший рапс позволяет повысить продуктивность зерновых культур на 10-15%. В этом году озима в рапсе посеяна 375 тысяч гектар, ярового 1 375 тысяч, большая часть, конечно, засевается яровым рапсом, и всегда перед сельхозтоваропроизводителем стоит такая дилемма, что сеять, гибриды или сорта. Уже все, да? Перескочила, там график был, если можно вернуть. Можно оказывается. Это график состояния по рапсу на 2021 год, что по озимому рапсу у нас засевается 30-35% сортами, и 60-65% это гибриды. По яровому рапсу у нас зеркальное отображение, наоборот, мы сеем больше сортов, и где-то 30-35% гибридов. Причем 20%, даже больше 20% высевается не сортовых сегментов, то есть мы не знаем происхождение этого семенного материала. Можно немножко похвастаться тем, что уже, наверное, этот слайд кто-то в каком-то моменте видел, но он немножко мной переработан. Похвастаться тем, что наши сорта находятся в топ-десятке самых производимых. Это по озимому рапсу Элвис, Лорис, то есть даже в тройке лидеров. По яровому, по Сибири, это сорт юбилейный. То есть наш центр находится, как бы, по большому счету, на передовой по своим достижениям. Ну вот в этом году я посела на большой площади несколько сортов и гибридов, которые из этого списка. И по урожайности мы, конечно, наблюдаем гибриды по урожайности в районе 37-38 центнеров с гектара. Наши сорта Элвис и Лорис немножко пониже по урожайности. Сорт Сармат и Легор находятся на уровне гибридов, то есть практически им не уступают. Очень известный сорт Северянин, который рекламирует как самый зимостойкий сорт, но в наших условиях, в кубанских, он себя так особенно не проявляет. Причем он имеет более высокое содержание глюкозинолатов немножко по качеству, его нужно подтягивать. Вот такая ситуация сейчас по Азиму Мурабсу. И сорт Наши сельхозтоваропроизводители, прежде чем высевать какой-то сорт, они должны, естественно, понимать, какие имеются ресурсы, чем располагает хозяйство, какие почвенные ресурсы, какой климатический. То есть вот в Ставропольском крае предпочитают сорт Элвис, потому что он раннеспелый сорт. И, как говорит Виктор Викторович, он будет сегодня лекцию читать, что чтобы не сеяли там в некоторых регионах Ставропольском крае гибрид или сорт, все равно получим примерно одну и ту же урожайность. Поэтому нет смысла тратить большие деньги на покупку гибридных семян, все равно этот гибрид не сможет реализовать свой потенциал. Поэтому таких регионов очень много и радус сеет, по большому счету, не в тех регионах и хозяйствах, где можно получить большую урожайность подсолнечника. Ее сеет именно в тех рисковых регионах, где подсолнечник себя не показывает. Поэтому сорта Элвис-Флорис очень стабильные, очень известные сорта, которые показывают свою урожайность в любых условиях, хорошую, достойную. И вот как раз переходим к нашему гибриду, потому что все понимают, что гибридная селекция очень хороший доход, поскольку мы возвращаем быстро средства в селекцию, в семеноводство. И все фирмы иностранные уже давным-давно перешли на производство гибридов. Это работа очень дорогостоящая, интенсивная, но тем не менее это хорошие и прибавки получаются, и прибыль и хозяйством, и тем научным учреждениям, которые занимаются. Мы в прошлом году передали новый, первый отечественный гибрид «Дебют». Он, как вы видите на слайде, находится выше по урожайности сорта стандарта и на уровне известного гибрида селекции КВС «Фактор». То есть за два года он показал урожайность на уровне 46 гектаров. По масличности, по содержанию рукавой кислоты, по содержанию гликозинолатов, то есть основных показателей, наш гибрид находится на уровне, опять же, иностранного гибрида «Фактор», который как бы у нас второй стандарт после Лориса. И традиционно я знакомлюсь с самыми нашими продаваемыми сортами. Это Элвис, Лорис, Арматис, Легор. Элвис – наиболее скороспелый сорт, самый масличный из всей линейки, хорошо перезимовывает, имеет высокие темпы роста с осени, поэтому его можно посеять попозже, если мы запоздали. Сорт Лорис – очень стабильный сорт, он стандарт для всех наших опытов, его очень сложно превысить по урожайности, даже многие гибриды и иностранной селекции, и нашей селекции очень сложно, ну, могут превысить по урожайности. Поэтому он пока что остается у нас стандартом. Сорт Сармат – новый сорт, который характеризуется очень ранним цветением и более таким средним созреванием, то есть период цветения у него очень сильно растянут, и имеется высокий потенциал цветков. То есть чем больше он цветет, тем больше у него стручков образуется, естественно, более высокая продуктивность. Этот сорт был опытом возделывания в рисовом севообороте, и он выдерживает стресс, переуплотнение, переуложнение почвы, дает урожайность 20-25 центнеров с гектаров в рисовом севообороте. Поскольку вы знаете, что рапс не выдерживает, ну, очень сложно ему расти в таких условиях, тем не менее, сорт Сармат себя показывает очень хорошо. И набирает обороты наш новый сорт Селигор, продуктивный сорт. Его фишка в том, что он не перерастает с осени, то есть его можно пораньше посеять, и он не перерастет, его точка роста всегда будет практически находиться на уровне полтора сантиметра, а это уже высокая, ну, зимостойкость. Плюс этот сорт имеет очень крупные семена, и в этом году мне пришли уже результаты из Подмосковья, я там тоже отправляла семена Сели, ну, целую линейку наших сортов, и Сорт Селигор даже в условиях центрального региона показал урожайность самую высокую. Причем этот сорт имеет самый высокий процент белка в семенах Сели и Сели линейки. Ну, несмотря на то, что у нас есть, да, свои сорта, есть гибриды, мы продолжаем активно вести селекцию. Сейчас у нас самые такие актуальные направления – это высокоолиновость, создаем высокоолиновые, и сорта, и идет селекция высокоолиновых гибридов. Работаем на раннюю спелость, чтобы сорта созревали больше, то есть созревали раньше, чем самый скороспелый наш сорт Элвис, где-то на 4-5 дней, и давал урожайность не ниже сорта Элвис. У нас такой материал есть, устойчивость к осыпанию, все иностранные гибриды очень хорошо, имеют показатели хорошие по нерастрескиваемости стручка и меньшей осыпаемости, поэтому мы сейчас активно ведем такую работу. Кстати, сорт Селегор и все линейки – самые неосыпаемые еще в добавок ко всему. И сейчас начали заниматься созданием сортов и гибридов, которые можно выращивать по глиотфилд технологии. Ну, теперь я сейчас познакомлю вас с некоторыми озимами еще культурами. Это сурепица, это уникальная культура, удивительно, конечно, что ее не очень активно возделывают, но здесь очень много плюсов и для масложировой промышленности, и для животноводства, поскольку здесь очень хорошего качества масла получается, желтое, не требующее дополнительных каких-то переработок, то есть экономия во всех отношениях. Плюс для животноводства – это самый ранний, самый качественный корм. Не так давно мы сотрудничали с Институтом животноводства, который доказал, что желтосемяное вот такое сырье, семена, позволяет получать большие прибыли и экономить при кормлении животных и птицей. Сейчас в последнее время очень популярна становится горчица сарепская, потому что вот эта жара, которая очень часто по летам наступает в регионах Волгоградской, Самарской области, Ростовской области, где традиционно сейдеровую горчицу не позволяют реализовать весь тот потенциал, который горчица сарепская может показать, переходят на посев озимой горчицы. По качеству озимая горчица имеет такие же показатели, а по урожайности примерно в полтора раза может быть выше. И у нас в Институте сейчас один сорт горчицы сарепской озимой джуна, но вот новый сорт южанка, который мы передали, в этом году более зимостойкий, поэтому имеет более высокую урожайность. И есть у нас озимый сорт рыжика, карат, который характеризуется неприхотливостью, может перезимовать в любых условиях, в любой фазе развития, давать урожайность на уровне 20-25 центнеров с гектара. Надеемся, что эта культура также приобретет свою нишу, потому что такая культура, которая, как правило, не требует каких-то серьезных пестицидных нагрузок, то есть ее практически не повреждают насекомые, мало болеет. То есть это экономия, и надеюсь, эта культура также будет активно развиваться.